всем привет последнем ролике ролик называется niva 4 на 4 на роликах где мы я свою него проверял на сваренных мною роликах и машина не смогла съехать так вот в комментариях очень бурно обсуждали всю эту ситуацию что самоблоки работают не работают что нужно принудительную блокировку ставить генеральный директор а в этой автоград технологи который производит самоблоки но не только самоблоки очень много что у него хорошего есть четырехсателлитные дифференциалы там полуоси усиленные очень много полезной продукции принципе там есть так вот приехал я на площадку subaru разрешили мне отснять мой автомобиль так вот в одном из комментариев было сказано что нужно заехать на эту площадку машина здесь вывешивается два колеса освобождается машина висит на двух колес что попробую сначала на разблокированном дифференциале межосевом потом на заблокированном видео уже мы здесь снимали очень много просмотров можете ну или ссылочку оставлю можете пройти посмотреть так вот видео будет с телефона и видеорегистратора как я буду проезжать здесь какие манипуляции я буду делать все это будет видно с видеорегистратора там я вам все расскажу погнали разблокированный у меня сейчас стоит самоблок спускаемся вот сейчас заднее колесо у нас вывешивается смотрите вот я остановился потихонечку на первой пониженной еду трогать заглохло напомню на разблокированном межосевом дифференциале так вот сейчас машина у нас висит с вами прям вот я вот смотрите шевелю ее машина у нас с вами висит заднее левое колесо у меня вывешено сейчас ручник поставлю чтобы пробуем с вами то есть хочу не ходом проехать вот 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 встал все встал но тут она сама по себе скатывается неправильно немножко давайте назад вот смотрите назад пытаюсь колесо как только заднее вывешивается машина перестает ехать вот смотрите заднее колесо пробуксовывает это на разблокированном заблокировал межосевой машина поехала сразу то есть имея два самоблока например до межосевой заблокированной теперь давайте вот все у нас заблокировано первое первое пониженное поехали опустились опустились прям потихонечку стараясь чтобы была возможность колесо чтобы пробуксовала вот сейчас колеса отрываются и машина выезжает для канального вешния машина легко выезжает давайте назад на заблокированном верстилом дифференциале так видите когда мы мы межосевой заблокированной все таки самоблоки наверно в этом случае помогают еще раз остановился поехали прям потихонечку прям потихонечку стараюсь чтобы машина не не в раскачку вот побуксовала колесо зацепилась выехала пробуем с другой стороны первая пониженная разблокированная разблокированная вот сзади колесо не 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 блокирует то есть самоблок вот задняя в это стоит у меня просто или резину там но сотрешь когда бы сильные обороты почему-то не хочет чтобы нажать все 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 как все все Есть. Ну, то есть передний привод с ESP, правильно? Давай, пробуй. Вот, смотрите, колесо освободилось. Это в нагрузке. Передний привод, напомню. И все. Хотя ESP установлено, а почему-то не едет. Хотя должен с ESP его таскать легко. Автомат. Автомат. Без ESP. Давай, пробуем. Желающих, как оказывается, много. Всем интересно. Сейчас вот вводит колесо заднее. Вот оно, вывесилось. То есть по диагонали колеса. Те, которым легче, как я и говорил, они... Нет. Так, ESP подключили. Ты знаешь, когда ESP включено, надо обороты держать. Она тогда будет поджимать. Давай, 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 крути. Сейчас должна пойти с ESP. Должна, должна, должна. Идет, идет, идет. Отлично. Молодец. Молодец. Вот, видите, как работает ESP. Отлично. Хороший результат. Привет. Механика. Никаких ESP, ничего нету. Пробуем. Поехали. Можно сказать, стоковая Нива, да? Так, поехали. Качком. Ну, это качком. Понятно, что он качнулся и выехал. Это, естественно, когда машину качнет. Стоковый Дастер, примерно как Нива, тоже, если не качаться, ну, сложно ему будет выехать. Посадил человека независимого. Тоже есть Нива. Сейчас на моем автомобиле, в принципе, межосевой мы заблокировали. И первая пониженная. Смотрите, межосевой заблокированный. Первая пониженная. Стоп, 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 стоп. Давай чуть-чуть назад. Попробуй назад. Прям потихонечку, именно потихонечку. Стоп. Ага. Давай вперед. На мало газах. Ага, давай-давай-давай. Едет. На заблокированном межосевом едет автомобиль. Напомню, впереди у меня SRPM Саток и ихний дифференциал повышенного трения тоже Саток. Сзади АВТ, раздатка АВТ. Передний привод пробует заехать с задним ходом. Вот он пытается ходом, то есть он пытается натолкнуться и заскочить. То есть эту машину тянет всего вот это одно колесо, которое цепляется. Вот одно колесо тебя вытащило. Опять же говорю, ходом, в спокойном состоянии ты так не выйдешь. Клиренс позволяет автомобиля. Нифига не позволяет. Только хотел сказать, что позволяет. Мелким клиренсом здесь прям тяжеловато. вот у нас киевушка тоже полноприводная. Пытались запустить ее. По Клиренску тут тоже не прошел, но мы ее отставили и даже не стал снимать. Там брызгиваки пластиковые поотрывал. Поэтому вот она стоит. На Duster напомню, резина летняя установлена. Некоторые баллоны лысые. Лысые. Ну, в принципе, сейчас сухо, зацеп есть. Ну, чтобы, как бы, знали, кто на какой резине на данный момент у нас участвовал. У меня клиренс автомобиля, я делал лифт, то есть даже не задевает. В предыдущем ролике, где мы здесь снимали, у меня так же задевало, когда лифта не было. Сейчас автомобиль проходит, это препятствие в принципе даже легко. На заблокированном межосевом дифференциале все раз, как говорится, проезжает. Включаем первую пониженную. Пока разблокирую ее, разблокирую. На первой пониженной потихонечку. Сами слышали, первая пониженная. Не получается. смысл понятен. блокируйся, пробуй. Сейчас блокируемся. На заблокированном я проехал. Назад спустись и пробуй заезжай. Так, заблокировались. Вот сейчас смотрите, машина заблокирована межосевой. Ну это ты качнулся, нечестно. Давай назад. Нормально, назад съезжай. вот. Пробуй, пробуй. Ну давай скачка уже. Скачка получается, да. Развернулись, смотрим. Заблокированный, первая пониженная. Вот, смотрите, колесо вывесилось. Без скачка она не едет. Давай. В моем случае я проезжаю спокойно. Скачком да. Без скачка машина не выезжает. Вывод самоблоки наверное помогают. даже не наверное а все таки помогает. Но на роликах не помогло. смотрите, человек сел, который ехал сейчас на Ниве, он приезжал на моем автомобиле, пригнал свой Нивасик, подошел, говорит, есть различия между моим автомобилем. Пацаны там кричат. И говорит, что есть разница. Вот говорю, давай запишем, чтобы по-честному вы все это услышали. Вот расскажи твои впечатления. Повторюсь, там Виталий уже правильно сказал, что я первоначально на его автомобиле проехал, потом съездил свой автомобиль. И впечатление у меня, допустим, от автомобилей достаточно, я почувствовал, то есть, когда я ехал на Витальном автомобиле, то есть, я поставил машину, все, машина вывесилась, машина нагрузка пошла, установлены блокировки, я непосредственно, да, мне не надо было на Витальном автомобиле делать никакой качка, ничего, просто чуть добавил газа, и автомобиль без проблем забрался. Ну, я приехал потом на своем автомобиле, несмотря, то, что трехдверный, база, короче, еще что-то. То есть, ну, здесь мы на видео прекрасно все видим, то есть, я ее специально поставил в такое положение, когда я просто даю обороты двигателю, все то же самое, первая блокировка пониженная, даю обороты двигателю, ну, жгем резину, да, назад откатился, чуть качка дал, да, она запрыгивает, вот, ну, то есть, я когда вышел из автомобиля, подъехал, я, то есть, Виталий сразу сказал, я говорю, да, ощущение есть, то есть, то, что когда работает что-то дополнительное помогает автомобилю, либо его нет. Ну, то есть, вывод, наверное, у многих стоит самоблоки ставить, не стоит самоблоки, но говорю, на роликах, почему-то на меня не поехало, в данном случае, да, вроде бы едет, ну, как бы не вроде, а едет, да, разница ощущается, есть, ставить или не ставить, тут выбор каждого, во-первых, это финанс, во-первых, необходимость есть или нет, тут, как бы делают, выбор заказов, нам это просто людям показываем, рассказываем, что стоит, не стоит, как бы примеры какие-то приводим, чтобы люди для себя как-то определялись, с каким-то выбором, как доп.услуга, в принципе, работает, да, в принципе, работает, показал, то есть, все видно, да, все, ребятишки, думаю, сами все услышали, мы пьем кофе, дождь начался, и всем покинуться, ranked порога, хотим кофе, молодой, интересно, смотрим cerки, mondольдор, idarяне, всеми, то есть, давайте посмотримươngон, как угодно, oningайтесь, чтобы будет России, splitting, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...